Когда остались считанные дни этому юношу, чтобы выйти на свободу, родители этого юноша сами, говорят, пришли в эту турбу и сами попросили, чтобы ему продлили этот срок. А знаете почему? Дорогие братья, уважаемые зрители, мне бы хотелось бы сегодня рассказать о вредоносных и пагубных привычках. К большому сожалению, сегодня в нашем обществе подростки, в том числе и молодежь, употребляют вот эти всякие мерзости, всякие гадости и этим уничтожают свое здоровье. И в связи с этим, мне бы хотелось бы сегодня донести до вас важность и означимость сохранения своей здоровья и разума. И надеясь, что хотя бы кто-нибудь возьмет что-либо себе на вооружение из того, что будет сказано в этом лекции, и будет следовать тому, что будет сказано. В Коране священный Аллах говорит «Ви не уничтожайте себя, имеется в виду свое здоровье». Ибн Катир, рахима куллах, цитирует этот аят совершая погрешимые поступки и также употребляя всякие эти гадости сигареты, алкоголь, наркоту и так далее. Как можно их еще по-другому называть? «Инна Аллаха ка набикум рахима садакаллаху л'адим Поистине, Севишний Аллах милостив ко всем». Все, что запретил Севишний Аллах и все, что дозволил Севишний Аллах, в этом только благо для нас с вами, и этим Севишний Аллах проявляет нам свою милость и милосердие. Мы должны для себя знать, все, что запретно Севишним Аллахом и все, что дозволено Севишним Аллахом для нас с вами, в нем только кроется благо для нас. Далее Севишний Аллах говорит «Ва майяф аль далика, удуванан вазульман» А если кто-то будет употреблять эти гадости, проявляя свою агрессию или же свою жестокость, или же храбрость, как мы сегодня это все говорим, мы сегодня видим в нашем обществе немало людей, которые выражают такое выражение «Моя жизнь, мое право, один раз живем в этой жизни, и мы должны испытать на себя все, что мы считаем нужным, все, что нам интересно». Конечно, это неправильно, это ошибочное мнение, трудно, конечно, с этим смириться. Севишний Аллах говорит «Проявляя свою агрессию, если кто-то из вас будет употреблять, позволять себе эти гадости, я заставлю этого человека сжечь себя в адском огне, и это все никакого труда не предоставляет Севишнему Аллаху». Теперь вопрос, мои дорогие, как вы думаете, почему Севишний Аллах настолько беспокоится о нас с вами и о нашей здоровье? После того, как Севишний Аллах дал нам с вами разума и здоровья, если мы не в состоянии дать этому оценку и беречь этих благ, какова необходимость Севишнему Аллаху, чтобы он настолько беспокоился о нас с вами? Мы должны для себя знать, Севишний Аллах дал нам разум и здоровье для того, чтобы мы поклонялись Севишнему Аллаху и творили добро как можно больше. Когда мы употребляем эти гадости, конечно, мы для себя знаем, мы можем лишиться этих благ, и после этого мы становимся абсолютно ненужными предметами в обществе. Каждый разумный человек должен для себя знать, каждый человек, не имеет значения, будь он мусульманин или же другого конфессии, он имеет цену, он имеет востребованность в обществе только в том случае, если в нем сохраняется разум и здоровье. После того, как мы с вами лишаемся этих благ, мы становимся абсолютно ненужными людьми, не то что для общества, даже для самих себе. Дорогие братья, мы с вами обязаны для того, чтобы совершать добро, для того, чтобы максимально совершать благие поступки, особенно те поступки, в которых кроется довольствие Севишнему Аллаху. Ради этого мы с вами обязаны ценить эти блага и дать этому соответствующую внимание. В достоверном хадисе, который передал имам Бухари, Ради Аллаху Анху, говорится, «Ни'matani magbunun fihima kathirum minan nas». Есть две блага, от которых люди не умудряются извлечь себе пользу и оказываются в убитке. И когда посланник Аллаха спросили, алейхиссалату ассалям, что за эти блага, где люди не умудряются извлечь себе пользу и оказываются в убитке. Посланник Аллаха говорит, алейхиссалату ассалям, «Ассиххату вальфарах» — это здоровье из свободного времени. Дорогие братья, да, сегодня есть у некоторых свободного времени, сегодня есть у нас здоровье. Если сегодня мы не в состоянии ценить эти блага и извлечь себе максимальную пользу, то, конечно, завтра уже будет поздно. Толкуя этот хадис, авторитетные ученые алими нашего мазхаба, они пишут следующее. Тот человек, который не умудрился извлечь себе пользу от этих благ, этот человек понесет невосполнимую утрату и убитку в день суда. Для того, чтобы предостеречь себя от подобного потери, от подобного убитки, мы с вами обязаны, дорогие, извлечь себе пользу от этих благ, пока есть у нас свободного времени и пока есть у нас здоровье. А ведь немало людей, которые лишились этих благ. Хотелось бы напомнить такой интересный факт, интересный момент из нашей жизни. Конечно, будучи в этой жизни, многие стараются как бы совершить эти поступки скрытно от людей, особенно от близких и от своих родителей. Ну да, может, кому-то это все удается, может, кому-то это все, у кого-то это все получается как-то гладко, но как бы нам это все не удалось, конечно, мы должны для себя знать, от священного Аллаха нам не скрыться. Хадис, который передал имам Ахмад, он приводит этот хадис, где посланник Аллаха говорит, алейхиссалату вассалям, «Смысл этого хадиса заключается в следующем. Никто не войдет в ад до тех пор, пока он не будет знать утвердительно для себя, что он заслуживает ада больше, чем рая». Вот представьте, вот любой человек, да, вот, оказавшийся, да, вот, в суде или в каких-то следственных изоляторах и так далее, многие иногда проявляют недовольство тем, что суд был как-то несправедлив, у меня были в этом какие-то оправдания и так далее. Да, в этой жизни многие из нас могут выразить свое недовольство, но, однако, в день суда никто не войдет в ад притесненным. Каждый будет для себя утвердительно знат, и вся вот, все поступки, все погрешимые поступки, которые были совершены нами, это все будет наяву, и каждый будет для себя знат, что он заслуживает ада больше, чем рая, и именно с такой мнением каждый из нас войдет в рай и войдет в ад. Конечно, такие погрешимые, низкие, подлые поступки, они не остаются безнаказанными. Что обидно и что печально, дорогие, когда сегодня мы кого-то призываем или же привлекаем к каким-то благим акциям, благотворительным акциям, или же оказывают помощь, или же поддержку малоимущим, беспомощным людям, мы находим сотни оправданий. У каждого, конечно, свои оправдания, свои мнения, но когда касается дела, когда кто-то из нас тратит эти средства на покупки таких сигарет, алкоголь, еще как можно по-другому их называть, в таких моментах, конечно, многие из нас проявляют щедрость и даже не знают, что такое скупость или даже алчность. Всевышний Аллах нас призывает. Всевышний Аллах говорит Смысл этого аята Вы сотрудничаете между собой, помогаете друг другу во всех благих поступках. Этот аят комментирует Ибн Катир, Рахмахуллах, «Аля фи'лил хайраты ватаркиль мункарат». Во всех благих поступках и также предостерегая друг друга от всех низких порицаемых поступках, Вы сотрудничаете, оказываете помощь друг другу. «Валя та'авану аляль-итсми валь-удван». А что касается запретного, ни в коем случае Вы не сотрудничаете и не оказываете помощь во всех погрешимых поступках и «Валь-адуаль-удван». Слово «удван» Ибн Катир, Рахмахуллах, толкует следующим образом «Мужжа вазатима хаддаллаху фидиникум». Вот все поступки, которые переходят в черты дозволенного, вот все поступки, которые не входят в рамки дозволенного, в этих поступках, ни в коем случае Вы не сотрудничаете, говорит Всевышний Аллах. Всевышний Аллах, конечно, нас с Вами призывает, чтобы мы сотрудничали и оказывали помощь и поддержку только в благих. И ни в коем случае, чтобы мы с Вами не сотрудничали в поступках, в которых кроется гнев Всевышнего Аллаха, который вызывает недовольство Аллаха, мы, конечно, должны максимально предостеречь себя и своих близких. Далее Всевышний Аллах говорит в следующем аяте смысл этого аята Всевышний Аллах нас призывает, чтобы мы расходовали наше имущество на пути Аллаха в поисках Его довольств. Всевышний Аллах говорит, но ни в коем случае, собственноручно, не толкайте себя на гибель. Имам Ат-Табари в Тафсире цитирует этот аят следующим образом. «Валяя татрукун нафа'ката фи сабилиллах» «Вы ни в коем случае не прекращайте оказывать помощь и расходовать свое имущество на пути Аллаха в поисках Его довольств». Если сегодня наши средства, это все хватает для нашей семьи и остается какая-то излишка, то Всевышний Аллах нас призывает, нас побуждает, чтобы мы эти средства тратили только в поисках довольствия Всевышнего Аллаха на пути ислама в пользу да'вата. Но, однако, многие из нас к этому не умудряются и тратят свои имущества абсолютно в те места, от которых нет абсолютно никакого пользы. Мы это тоже должны для себя понимать. есть еще такой очень устрашимый факт, дорогие братья, где практически невозможно это все не напомнить. Конечно, иногда нам удается и мы стараемся и стремимся совершать какие-то низкие, подлые поступки скрытно от людей, чтобы не лишиться той чести и той репутации, которой, конечно, мы владеем. Имам Муслим в достоверном хадисе говорит, алейхиссалату ассалам, где посланник Аллах говорит, кулу абдин юб асу аля ма мата алейхи. Каждый раб, он будет воскрешен в том состоянии, в котором он покинул этот свет. Вот представьте, дорогие, Махшар это та площадка, где будут все пророки, алейхиссалам. Махшар это та площадка, где будут все люди, которые павшие на пути ислама, которые дали себя ради распространения ислама. Махшар это та площадка, где будут все люди, которые тебя знают и которых ты знаешь. В том числе там будут, конечно, и твои родители, и точнее наши родители. И вот представьте, и в этот день, когда Священный Аллах заставит каждого из нас делать те маневры, которые мы делаем сегодня в этой жизни, употребляя вот эти всякие гадости и мерзости, это, конечно, позор, это, конечно, уже большой убиток, это уже невосполнимая утрата, можно сказать. Смотря сегодня на статистику медицины, нам они говорят следующее. Есть такие факты, где они пишут, где они говорят, ежегодно только в России погибают от от употребления от употребления алкоголя 300 тысяч человек, 500 человек погибают от сигарет и 100 тысяч от наркоты. Вы понимаете, это настолько большая цифра, это настолько устрашимый факт. Такую потерю даже люди не знали во времена вот великих, вот этих 45-45 лет, когда была такая большая война, даже такую большую утрату там даже не унесли люди. Это настолько большая потеря, где вот собственноручно мы сами себя толкаем на такую гибель. Хочу напомнить еще такой интересный, трогательный такой факт из нашей жизни. В одном семье был единственный ребенок, который изначально начал баловаться этими пагубными вредоносными препаратами, сигаретами, наркотами и так далее. И в конце до конца последствия этого ребенка случилось так, он лишился свободы и ему дали определенный немалый срок в турме. После того, как этот юноша стал уже зависимым от этих препаратов, ему пришлось уже коверяться в кошельках своих родителей, ему пришлось уже вымогать деньги от слабых, от пожилых людей и этим самим конец был этого ребенка очень таким устрашимым. И что я хочу этим сказать, здесь такой важный интересный момент, когда остались считанные дни этому юношу, чтобы выйти на свободу, родители этого юноша сами пришли в эту турму и сами попросили, чтобы ему продлили этот срок. А знаете почему? Потому что этот ребенок настолько раздражал своих родителей, настолько доставал, и хотя мы все знаем, каждый родитель, каждый отец для себя знает, какие чувства и страдания и сострадания он испытывает своему ребенку, это наверное каждый родитель для себя знает. Но однако этим родителям не было другого выбора, чтобы предостеречь себя от вреда своего ребенка, им пришлось идти на такие крайние меры. Вот каковы бывают последствия мои дорогие, если мы не будем сохранять себя и свое здоровье и не предостеречь себя от этих гадостей, конечно, такая последствия это недалеко от нас, эта проблема может достучаться до каждого из нас рано или поздно. Да, конечно, мы надеемся, мы желаем, мы даже больше, чем даже будет максимально полезным, максимально плодотворным, источником радости, источником добра, хотя, конечно, это принцип ислама, ислам нас с вами призывает, каждый мусульманин, где бы он ни находился, кем бы он ни оказался, он должен быть источником добра, источником радости, от него должно исходить только благо, только полезное, но, конечно, если же сегодня мы, следуя за наставлением наших слушаться и применять на себя эти наставления, конечно, от вас ждать что-то полезное, что-то плодотворное, это, конечно, очень даже маловероятно. Сегодня, конечно, мы привыкли, сегодня практически каждый, многие из нас говорят, что молодежь это наше будущее, да, действительно, я, конечно, с этим согласен, но, конечно, можно надеяться на молодежь, можно говорить, что они наши будущие, только в том случае, если они ведут правильный образ жизни, если сегодня подрастающие поколения и молодежь не будут вести свой образ жизни правильным, согласно принципам ислама, и не будут предостерегать себя от таких гадостей, от таких мерзостей, конечно, пожилого возраста, чтобы надеяться, что вы притягивали руки помощи и ухаживали за пожилыми людьми, конечно, это очень маловероятно, на это надеяться, я даже думаю, практически нету смысла. мы, конечно, надеемся, что каждый из вас, каждый житель нашей страны, что он будет максимально полезным, максимально плодотворным в обществе, чтобы каждый из нас, я желаю, чтобы был остаток своей жизни, где бы он не находился, в любом обществе, что посредством этого человека украшалось это общество, чтобы люди имели только позитивное мнение к нам. Особенно принцип ислама заключается в следующем, каждый особенно мусульманин должен вести себя так, видя нас и наше поведение, у людей должно оставаться только позитивное мнение. Мы должны показывать только правильный пример в обществе, чтобы люди этому следовали. Правильный пример, правильный образ жизни, оно, конечно, очень эффективно, оно очень даже и полезно, и плодотворно, я призываю всех молодых подростков и всех, кто неравнодушен к этому, лекции, конечно, чтобы каждый применял на себя хотя бы какую-то час из того, что было сказано в этом лекции, и остаток своей жизни был максимально полезным. Многие из нас не в состоянии дать оценку этим благам, которые Всевышний Аллах дарует нам каждому, особенно здоровья, где авторитетные альми пишут, Всевышний Аллах дает блага тем людям, которые в состоянии проявлять шукру этому благу. Если однажды мы лишились этих благ, не умудряясь проявить шукру Всевышнему Аллаху, то повторно уже эти блага Всевышний Аллах нам обратно не возвращает. Уже Всевышний Аллах дает эти блага тем людям, которые могут ценить эти блага. Сегодня есть множество способов, чтобы сохранить себя и свой разум, изучая науку, занимаясь спортом. Ведь столько всего есть у нас сегодня возможностей, посредством которых можно отвлечь себя от этих дурных привычек. Ведь каждый должен для себя знать, человек имеет цену в своей семье, в кругу своих друзей, в обществе, если, конечно, он ведет здоровый образ жизни, если исходит от него благо или какого-либо характера пользу. А когда мы с вами становимся абсолютно теми людьми, от которых не исходит пользу, наоборот, только исходит вреда, конечно, от таких людей люди просто держат дистанцию, стараются максимально избегать этих людей, но в таких людях, конечно, можно сказать, нет абсолютно никаких благ и никаких польз. Принцип ислама также заключается в следующем, каждый мусульманин должен покинуть этот мир, оставляя после себя яркие, хорошие следы. Счастье, конечно, именно заключается этим людям, которые покидают этот свет, оставляя после себя правильные примеры, хорошие, яркие следы. А человек, который покинул этот свет, оставляя после себя только постыдимые поступки, но, конечно, об этом уже что можно сказать. Я думаю, наверное, каждый для себя знает, каждый для себя понимает важность этой лекции. всевышний в Коране говорит «Бисмилляхи рахмани рахим лау кунна на смау ауна куле ма кунна фи асхаби саир». Смысл этого аята каждый человек, оказавшийся в аду, он скажет следующее «Если мы были людьми внимающими или же разумеющими, мы бы сегодня не оказались из числа обитателей ада». Несомненно, конечно, если сегодня вся полезная информация не будем применять на себя оказавшийся в аду, вот эту фразу каждый из нас будет говорить несомненно, но однако, конечно, тогда уже никакого пользы не будет. Есть сегодня у нас возможность исправить себя, есть сегодня у нас возможность наставить себя на пот истинный, но завтра уже будет поздно, но тогда уже печалиться об этом всего, уже абсолютно никакого пользы нам не будет. Пусть и Вишня Аллах даст нам тавфи. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и буракату.